Добрый вечер, друзья! Вы на канале Рыбакит. Тимур хочет рисовать фломастерами. Отлично, Тимур, я как раз достал фломастеры. И сегодня я рисую Карлсона из мультика Малыши Карлсона. Рисую я фломастерами Гамма. Фломастеры утолщенные, 8-12 цветов. Они специально для детей. Красители у них, кажется, пищевые. И получается здорово. И рисуем мы Карлсона. Честно, я не помню, как он выглядит. Я помню Малыша, потому что я так часто его рисовал. Меня просят. А Карлсон не помню. Карлсон, Йоу, я написал. И давайте хватать серый фломастер. Я думаю, для начала лучше взять серый, чтобы сделать набросок. Хотя можно сразу рисовать и каким-то коричневым или черным. Давайте нарисуем. Смотрите, Карлсон он толстый. И у него вот такое пузо. Вот такое пузо. Он действительно толстый. Парень, он толстый. У него есть голова. И голова у него как ведро. Вот прям как ведро. Я это ведро рисую. После этого у него две ноги. И он обычно ходит по воздуху, потому что у него есть моторчик. Ноги я нарисовал. Ботинки я нарисовал. Рисуем моторчик вот так. Раз, два, три. Моторчик. Штаны у него на лямочке. Лямочка с кнопкой, на которой он летает. И, конечно же, ручки. Ручки пухленькие. Вот так я рисую ручки. А это ручка. А это ручка. Или вниз. Давайте вниз ручку. Вот так вот. Раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я сейчас спешу. Но я сейчас сделаю перерыв. И все. Поясню почему и как я рисую. Все будет очень просто. И у тебя обязательно получится. Вот такой Карлсон. Давай теперь постепенно будем рисовать. Это набросок Карлсона. Как он будет выглядеть. Давай возьмем черный карандаш. Все обведем ровненько. Хотя можно сразу и раскрасить Карлсон. Я знаю, что у него оранжевые волосы. Рыжий парень. Такой рыжий. Рисуем рыжего парня. Если твой Карлсон не будет похож на моего, это даже хорошо. Я думаю, что он такой у меня какой-то бандит. И мне кажется, что Карлсон бандит. Это точно. Он всегда проказничает. И всегда говорит малышу, что у него 10100 машин, а потом малышу достается. Это немножко обидно. Я бы точно немножко бы расстроился. Но малыш у нас добряк и у него все здорово. Красная кнопка и красный винтик. Раскрашивать фломастер действительно прикольно и удобно. Можно большие плоскости вот так с легкостью раскрашивать. И если я вам скажу, что этим фломастером я рисую уже два месяца, и они у меня не высохли. Вы тоже скажете, это не бывает такое. Нет, бывает. Закрашиваем. Сейчас я черным буду обводить, фломастером обводить нашего Карлосона. И в точности покажу, и что сначала, под чем рисовать. Начинаем. Давайте не спеша. Сначала мы нарисуем круг. Вот такой круг. После этого мы нарисуем ведро с носом. Ведро с носом. Вот так мы рисуем ведро. Это его голова. У него есть на голове волосы. И сразу рисуем волосы. Вот так он выглядит. И он обычно такой лохматый, мне кажется. Сразу можно ему рот нарисовать и глаза. И он смотрит на вас и думает, как бы у вас попросить варенье. Наверняка, да? После этого рисуем две ноги. Ботинки. Ботинки. Вот так. Ботинки. Нарисовали. Кнопку. Руку. Сюда одну. С пальцами прям. Раз, раз, раз. Такая пухленькая. Вторую сюда. Раз, 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 раз. Лямочки. Нарисовали. Винтик. Нарисовали. Вау. И получился у нас Карлсон. Нарисуем, что он летает. Потому что не всегда понятно, что он летает. Может быть, он у нас сидит где-то и просто ест варенье. А мы нарисуем ему тень. Вот здесь, что он висит. А здесь рисуем такие полосочки, что винтик его крутится. Пропеллер. И вот так вот. Раз, раз, раз. А здесь так. Ветер такой под ним. И вот у нас Карлсон готов. Легко мы его нарисовали. Отлично. Ну, просто, просто. Масляной пастелью было бы еще проще. Но довольно хорошо. Очень похоже. На меня похоже. Если очки бы были, я бы такой тоже пузатенький хожу. Ну, не всегда пузатенький, но иногда бывает такое. Поем все-таки Новый год. Жду Нового года варенье. И буду кушать, конечно. Побольше себе сварю варенье. Вот так вот. И печенье, конечно, возьму. Карлсон у меня готов. Хочу нарисовать еще один рисунок оленя. Потому что девочка несколько раз участвовала. И она никак с помощью Инстаграма мы не могли ее найти. Вот для этой девочки свет. Еще хочу нарисовать ее оленьку. Сейчас начнем рисовать. Через минуту. Так что не уходите далеко. Карлсон получился простой. Карлсон, да. Можете еще фон из домов. А, точно. Фон из домов хорошо. Но у меня он в комнате как бы летает. Ну, давайте здесь крышу нарисуем. Крыша такая. Крыша как бы. Это крыша, да. А здесь дома. И дома должны быть такие старинные. С окошками. Такие старинные дома. С какими-то такими. Ну, и лучше их сделать такими вот. С окошками. Еще там домики. Да, действительно, он же живет на крыше. Я что-то сразу не догадался. Ну, давайте сделаем здесь черепицу. Черепицу лучше сделать. Вот так черепицу. Мы рисуем черепицу. И получается у нас с черепицей такой вот Карлсон. Он как бы на крыше летит над крышей. И все это видно. Дома тоже можно покрасить, если хотите. Но лучше не красить. Потому что тоже много деталей. Я думаю, что ребятам трудно рисовать много деталей. Лучше нарисовать одного Карлсона. И уже закончить пока рисунок. А после этого продолжать уже в будущем. Когда лучше чего-то у вас получаться начнет. Все-таки много мелких деталей. Потом рисунок не так ярко выглядит. Но если уж пошло, тогда и можно розовые облака рисовать. И сказать, что он у нас летает. Летающий парень. Давайте. Делаем паузу. Я остановлюсь.